Добрый вечер. Здравствуйте. Если вы собираетесь купить автомобиль или задумались сдать на права, тогда усаживайтесь поудобнее. Сегодня будем говорить именно об этом. Что происходит в наших автошколах? Достаточно ли автообразования они дают? Как часто молодые водители попадают в ДТП? Может ли автошкола прогарантировать стопроцентное получение водительского удостоверения? Мы попытаемся ответить на эти и многие другие вопросы. Присоединяйтесь. Как всегда, программа «Открытый регион» выходит в прямом эфире. Поэтому принимайте участие в нашем диалоге. Ждем ваших звонков. Телефон студии 639-717. Код Архангельска 8182. Российское правительство в прошлом году вынесло на рассмотрение автосообщества изменения к порядку допуска учеников автошкол к управлению транспортными средствами. Документ широко обсуждали, но до сих пор не приняли. Речь идет об обучении правилам вождения в автошколах. В частности, предлагается проводить экзамен по вождению на начальном этапе не на закрытых площадках, как сейчас, а сразу на дороге. Один из аргументов за – сокращение рабочего времени тех, кто принимает экзамен. Против – цифры статистики. К примеру, в 2017 году по России в среднем каждый кандидат водителей сдавал первоначальный экзамен по вождению более пяти раз. С первого раза на площадке сдали 44%, а на дороге в условиях реального движения – 34% новичков. Также предлагается внести изменения в части обустройства автодромов. Требований много – от капитального ограждения до автоматизации. Пока это тоже нереально, поскольку очень затратно и не каждая автошкола потянет новшества, даже если будет принят предполагаемый переходный период в один год. Отметим, что разработчик поправок – Министерство внутренних дел России. Однако многие эксперты выступили против. Своё отрицательное заключение дало и Министерство экономического развития. Напоминаю, мы в прямом эфире 639-717, телефон нашей студии. Говорим сегодня о подготовке водителей в автошколах. Ну а у нас в студии начальник отдела надзора управления ГИБДД Архангельской области Андрей Пономарёв. Андрей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вот сейчас посмотрели сюжет об изменениях, которые должны прийти. Скажите, что не так сейчас с автошколами? Ну, качество подготовки автошколы у нас составляет желать лучшего. Процент сдачи с первого раза на территории Архангельской области по итогам 2018 года составил 38%. Я считаю, что это недостаточно качественная подготовка. Именно в автошколах? Именно в автошколах. Вот если говорить о статистике, например, за прошлый год сколько вообще ДТП водителей, которые допускают, при этом получили права только два года назад, скажем так. И если сравнить с 2017 годом? За 2018 год, поменея молодых водителей со стажем управления до двух лет, произошло 76 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 113 человек получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2017 годом все три показателя аварийности сократились. Если аварийность сокращается, а при этом вы говорите, что в автошколах недостаточно хорошо учат, или это никак не связано? Я считаю, что качество приема экзаменов сотрудниками госавтоинспекции позволяет нам удержать эти показатели. Но все-таки, может быть, стоит увеличить количество часов обучения в автошколе? Вот сейчас это 190 часов. Да. Возможно, надо сделать больше? Ну, примерные программы подготовки водителя, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации, они определили количество часов. Я считаю, что если человек, обучающийся в полной мере, освоит эти часы, я думаю, что он будет готов к управлению автомобилем. 100 часов теоретической подготовки, 90 часов практической, 56 часов вождения входит. Ну, исходя из опыта личного супруга и тещи, кому-то хватает 60 часов вождения, а кому-то 90 часов для того, чтобы автошкола допустила человека до экзаменов. Вот, Надя, тебе хватило или нет? У тебя права, если знаю. Да. С первого раза? Нет, не с первого. Не с первого. Мне не хватило. Это школа или всё-таки сама где-то там слюняничала? Нет, это, не знаю, может быть, недостаточно было всё-таки практики, не знаю. Но, на самом деле, это очень важно. И, не знаю, как вот говорить о качестве обучения в автошколах. Сейчас вот их в Архангельске 44 автошколы. Наверное, нельзя говорить, где плохо, где хорошо. Должно быть везде хорошо. Ну, мы, когда собираем автошколы, да, обращаем внимание на те моменты, которые являются причинами ДТП молодых водителей. В основном это столкновения, да. То есть у нас, я когда проводил эти совещания, предлагал мастерам производственного обучения, да, которые осуществляют подготовку, уезжать на федеральную трассу для того, чтобы двигаться с максимально возможной скоростью, допустим. Совершать обгоны, допустим, большегрузного транспортного средства. К сожалению, у нас обучение проводится по определенным маршрутам в городе, по которым люди обучаются ездить по маршруту, а не управлять транспортным средством в полной мере. Но здесь ведь есть еще другая сторона медали. Не скажется ли это на аварийность? Все-таки ученик выехал на большую трассу сразу обгонять эти длинные фуры. Ну, он ведь выезжать будет неподготовленным. То есть, есть сначала обучение на площадке. То есть, далее уже в городе движение инструмент мастер производственного обучения должен видеть, готов человек к более серьезным испытаниям или нет. Андрей Владимирович, да, мы вернемся к этому вопросу. У нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите ваши вопросы и представьтесь. Добрый вечер, меня зовут Филипповский Александр, в город Вельск. У меня вопрос касается автоплощадок. Можно ли сделать покрытие не из асфальта, а из асфальтовой крошки? Спасибо. Так, еще раз. Автоплощадки. Я понял, да, разрешите, я прокомментирую. Значит, требования к площадкам определены приказами Министерства образования. То есть, это твердое, ровное, однородное покрытие. Если эта крошка будет упланена соответствующим образом, и при проведении испытаний коэффициента сцепления специальным оборудованием, этот показатель будет достигнут, 0,4, то эта площадка будет принята. Интересно. Мне, знаете, какой еще вопрос интересен? Вот у меня, например, знакомый несколько раз подряд не смог сдать, чтобы получить заветную корочку водителя, да, уехал в соседнюю Вологду и сдал с первого раза. Вот как сотрудники ГИБДД относятся к такому положению дел, когда люди уезжают и сдают в других регионах? В этом нет ничего криминального? Нет. Правилами приема экзаменов разрешено сдавать экзамены гражданину России в любой точке страны. Если, допустим, он по каким-то обстоятельствам переехал туда, в командировку, либо какие-то еще, прошел соответствующее обучение, имеет медицинское заключение, не имеет противопоказаний, то может сдавать экзамены в любом месте. То есть загруженность дорожная тоже никак не влияет, какая-то обстановка, где-то сильный трафик где-то, а нет? Загруженность в каком смысле? Ну, если, допустим... Ну, в городе Архангельске у нас 40 школ, да, всего у нас по области 127 школ. В Котласе, я не знаю, то сказать, что тоже загруженность большая. Да, есть у нас автошколы в районах, в Пинежском и Виноградовском районе, да, там, в основном это общеобразовательные заведения, которые учат детей, там, 9-й, 10-й классы. У них процент сдачи очень высокий, то есть за два года подготовки они полностью осваивают курс. Хорошо. Ну, а это нормально, вот когда я в Архангельске, например, не могу сдать, поехал в Холмогоры и сдал? Или у вас все равно как-то отслеживается этот процесс? И приехал обратно в Архангельск уже с водительской области. Ну, прием экзаменов у нас осуществляется по месту первого обращения, то есть если человек проходил обучение в городе Архангельске, то автошкола в соответствии с приказом о взаимодействии учебных организаций с Министерством дурных дел, они подают заявку ГАИ о том, кто у них набирается в группу, кого они будут обучать. За несколько дней до экзамена, за три, они подают уже конкретные списки тех, кто будет принимать участие в экзамене. Если этот человек прошел все, получил соответствующее свидетельство, мы его принимаем независимо от места. А если списки не совпадают? А если списки не совпадают, у нас возникает законный вопрос, откуда этот человек появился в этой автошколе, и мы его и принимать не будем. Еще Алексей Перлук, у нас еще один звоночек есть в студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, и какой у вас вопрос? Здравствуйте, меня зовут Александр. Здравствуйте. Архангель. Раньше было у нас, как говорится, вообще, кто учится на легковой автомобиль, у них были права, без права по найму. А люди, которые могли работать по найму, они учились за полгода, учились там в уч-комбинате, ну и еще где вот так, они учились долго. А сейчас, как говорится, учатся, вы кончили месячные курсы, и получается у них так, что они занимаются фактически в местах, где нормальный человек, который учился полгода, он строиться не может. И вот есть разница между учебой полгода, и, как говорится, один месяц, полтора у них они учатся. Все-таки они учат, и мод части, и все прочее, и все, вот такие вот. Спасибо большое, спасибо вам огромное, что нас смотрите. Я бы немножко переформатировал вопрос, но смысл бы оставил тот же. Но наш уважаемый телезритель спрашивает, есть ли разница, когда человек учится один месяц, да, или полгода, как вот раньше, через учебные комбинаты и так далее, и тому подобное. Ну, программы подготовки, они утверждены, то есть есть учебный план, и количество часов обучения по разным категориям, оно разное, то есть если на категорию Б, сказали, 190 часов у нас обучения, это минимальное количество, то на категорию С или на категорию Д для водителя автобуса количество часов увеличивается, и, соответственно, увеличивается и время обучения. Андрей Владимирович, вот я бы хотел вернуться, с чего, что называется, начали. А что бы вы поменяли в работе автошкол? Я бы более качественно подходил к подготовке водителей. Когда я проходил обучение в 96-м году, мы с моим инструктором ездили по городу, допустим, из магазина, привозили какие-то товары ему домой. Я ездил по своим вопросам. То есть мы не ездили по какому-то маршруту, а именно я управлял автомобилем в различных моментах по всему городу. Ездили в Белом море. Ну, это из личного опыта. А кто вы это... А кто эти маршруты согласовывает? Согласовывают маршруты госавтоинспекции. То есть вы? Ну, мы согласовываем экзаменационные маршруты. Маршруты, которые разрабатывают образовательные организации, они утверждают сами. Сами себе. Да, то есть они определяют, где они будут учить. Понятно. У нас еще есть один звоночек в студию. Это здорово. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, и какой у вас вопрос? Здравствуйте, меня зовут Владимир, и у меня такой вопрос. Я вот когда сдавал в 2006 году на права, да, на Б-категорию, нас учили преподаватели, ну, это было в ДОСАФе, такие преклонного возраста, которые, как бы, уже, ну, долго сидят за рулем. Вот. А сейчас, как я вижу, преподаватели даже Б-категории, которые участвуют в школах, они только, видать, ну, не так давно сами на права сдали. И чему такие преподаватели могут научить? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Еще одна сторона, да, получается? Ну, требования к мастерам производственного обучения, они изменились 1 января. То есть сейчас при выдаче заключения о соответствии учебной базы автошколы мы проверяем водителя, ну, мастера производственного обучения, на, был ли он лишен, или, значит, как по стажу вождения, по категории соответствующей, может ли он заниматься этой деятельностью. Есть требования к образованию, то есть наличие среднего специального либо высшего образования, это обязательное условие. То есть сейчас появился профессиональный стандарт мастера производственного обучения. А как вы относитесь к девушкам-инструкторам? Положительно. Есть ли хороший инструктор? Если хороший инструктор, я думаю, что хоть девушка, хоть мужчина. Хоть девушка, хоть молодой человек. Есть инструкторы разные. Кто-то семечки ест, а кто-то занимается именно подготовкой водителя, разъясняет какие-то нюансы управления, какие-то сложности. Будем надеяться, что таких большинство. Да, конечно. Мы примем еще один звоночек. Хорошо, Алексей? Хорошо. Пока у нас есть время. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, и какой у вас вопрос? Алло. А звоночка нет. Все, звоночек у нас, к сожалению... Я думаю, наш уважаемый телезритель еще нам дозвонится. А мы хотим, Андрей Владимирович, вас поблагодарить, что вы пришли сегодня к нам на прямой эфир. Удачи вам в вашей работе, в том числе и во всем, что связано с автошколами. Начальник отдела надзора управления ГИБДД Архангельской области Андрей Пономарев был сегодня у нас в студии. Еще раз назову цифру. В Архангельске 44 автошколы. Их проверкой занимается Оборнадзор. В нашем регионе эта структура входит в Министерство образования и науки области. Она же следит за тем, чтобы все автошколы работали согласно стандартам, коих немало. Правда, проверить школу, где готовят водителей, согласно закону, можно только один раз в три года. Ведь автошколы у нас в подавляющем большинстве частные, а мораторий на проверки бизнеса не отменен. И что интересно, если в 2017 году автошколам были выданы предписания об устранении нарушений, немного, но такие все-таки были, то в прошлом году ни одного протокола не было составлено. То есть, либо проверяли не совсем хорошо, либо школы хорошо, наоборот, подготовились. Оборнадзор, кстати, не обращает внимания на такие рекламные заявления автошкол, которые обещают стопроцентную гарантию получения водительского удостоверения. Это, похоже, все-таки сфера антимонопольщиков. Да, конечно. Оборнадзор проверяет материально-техническую базу в соответствии видов деятельности лицензии. А после недавних изменений в законодательстве, о которых мы уже упомянули немножко, и уровень подготовки самих инструкторов, преподающих ПДД и вождение. Давайте послушаем комментарий. В конце 2018 года принят новый профессиональный стандарт мастера производственного обучения по подготовке водителя автомобиля. И поэтому в соответствии с требованиями вот этого стандарта, конечно, требования к педагогическим работникам, они, так скажем, ужесточаются. Обязательно у работников, особенно у мастеров производственного обучения и у педагогических работников, обязательно наличие образования педагогического, не только профессионального, но и педагогического, то есть в области образования педагогика. И наличие квалификационных категорий, далее соблюдение всех требований и стандартов мы сейчас проверяем. Поэтому организации автошколы, которые занимаются подготовкой водителей, они должны эти требования, стандарты для себя четко просмотреть, проверить свои кадры и составить планы подготовки, переподготовки своих педагогических работников на ближайшее время, чтобы уже при проведении контроля педагогические работники соответствовали требованиям. Напоминаю, мы в прямом эфире. Номер телефона 639-717. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну а на студии второй гость, председатель регионального отделения ДОСА в России Архангельской области Сергей Чесноков. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Александрович. И можно мы сразу начнем со звонка? У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь и задавайте ваш вопрос. Так. Ну, меня зовут Николай Константинович. Ну, меня зовут Николай Константинович. Так. Я работал в автошколах где-то, сейчас скажу, с 1977 по 1993 год. Да. И эти все нюансы я прекрасно понимаю ваши, что вы даете. Вы очень близко, извините, пожалуйста, вы очень близко у телевизора. Вы очень близко у телевизора находитесь. Отойдите, пожалуйста, от него и задайте свой вопрос еще раз. А я выключу. Зря. Да. Значит, очень, очень прекрасно получается у нас на сегодняшний день. Что конкретно? Слышите меня, да? Я вас не слышу. Какой у вас вопрос? Скажите, пожалуйста. Сейчас, секундочку. У нас технические неполадки пока время. Да, позвоните, пожалуйста, еще раз, потому что время эфирное бежит, а нам хочется очень поговорить с нашим дорогим гостем. Итак, у нас Сергей Александрович Чесноков сегодня в студии. До того, как мы пытались выслушать нашего телезрителя, был комментарий представителя оборнадзора, и она сказала, что вот сейчас, с 2018 года, изменился подход к тем, кто преподает ПДД. Как у вас, Досаев? Во-первых, профессиональный стандарт мастер производственного обучения вождению автомобиля утвержден приказом Министерства труда 28 сентября 2018 года и вступил в действие с 29 октября 2018 года. Требования достаточно жесткие, где прописаны не только требования к образованию, это не ниже среднего профессионального образования, профильного, педагогического. Не ниже. Если не профильное, то дополнительные курсы повышения квалификации или переподготовки для мастера производственного обучения. Плюс требования по состоянию здоровья, это однозначно. Наличие, отсутствие противопоказаний для ведения педагогической деятельности. Для тех, кто не знает, согласно квалификационного справочника должностей в образовании, мастер производственного обучения является педагогическим работником. Да, 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 конечно. Поэтому к нему такие требования. Во-первых, вот это образовательный уровень. Далее, у него должна быть водительская категория, не менее трех лет стажа практического вождения и не менее пятилетнего срока, в который этот данный конкретный водитель не лишался права управления. Соответственно, противопоказания по здоровью и так далее. У вас все педагоги соответствуют этим требованиям? Педагогические, вот это первое, что проверяет у нас уважаемый оборнадзор. Соответственно, все нововведения нас касаются в первую очередь. Мы начали изучать требования к мастерам производственного обучения еще в 2017 году, когда только появился проект первого профстандарта, в который были включены и преподаватель, и мастер. Но тогда утвердили только преподаватели. Соответственно, мы пересмотрели наши квалификационные требования к мастерам. Уровень требований по должностным обязанностям и программам подготовки. Что они должны давать? Вот это касается мастеров, это в первую очередь. Потому что не по названию школы, не по внешнему виду, а именно по уровню преподавания будет дана оценка теми, кто учится в этих школах. То есть это все-таки основное? Это одно из основных. Хотя там профстандарт достаточно такой жесткий, и требований там очень много. И если их все соблюдать, к примеру, мастер должен уметь составлять программы переподготовки, подготовки, что называется, образовательные. И очень масса требований чисто профессиональных, педагогических к мастеру. Сергей Александрович, вот до программы Вы нам говорили, что стоимость обучения в автошколе должна быть не менее 25 тысяч рублей. Если школа дает, что называется, предлагает меньше, это значит меньшее количество часов будет прочитано или вообще обман? Мы регулярно мониторим уровень цен по всем автошколам. То есть, ну, нас тоже регулярно проверяют. Но элементарный подсчет, к примеру, 56 часов практического вождения. При сложившейся цене в Архангельске, в частности, от 400 до 800-850 рублей один час, достаточно 400 умножить на 56, и мы получим сумму 20 400. Это только за практическое вождение. 134 часа теории, они тоже стоят денег. Мастер или преподаватель, они знают уровень своего, свой профессиональный уровень, и, соответственно, они желают получать достойную заработную плату. Потому что нам доводилось встречаться и с договорами, которые заключают там и 3 тысячи рублей, но, к сожалению, люди поддаются на рекламу. По факту уже многие даже чиновники, с которыми мне приходится периодически общаться, они знают о том, что конечная цена за обучение у учащегося в такой школе, где нет строгой цены, не указанном в договоре, колеблется от 50 до 70 тысяч рублей. То есть, если вот есть цена в договоре, но сверху еще получаются какие-то доплаты за дополнительное вождение, какие-то часы. Ну, там не за дополнительное, там идет, как правило, ну, к примеру, пишут 15 тысяч рублей. Объясняют, что в эту входит цену теоретическая подготовка и столько-то часов, там, ну, грубо говоря, 10 часов, то есть 5 занятий, да, это практического вождения. Остальные часы вождения идут на руки тому, кто преподает вождение, ну, соответственно, без квитанции и, соответственно, с этого не платятся налоги. Но при такой системе это гарантирует качественное обучение, то есть это нормально? Тут уже зависит от того, кто преподает. Но тот, кто учится вот таким вот образом, ну, очень многие сейчас знают о том, что с денег, потраченных за обучение, в том числе и в автошколе, можно вернуть НДФЛ. Если в договоре написано 3 тысячи, сколько будет НДФЛ? Понятно. Сергей Александрович, а какие гарантии у вас в ДСА? Значит, во-первых, идет понятное и объяснимое, понятный договор, в котором прописана первая и последняя дата, что называется, обучения. То есть стоимость, она не меняется на протяжении обучения. Не меняется. То есть мы берем на себя, ну, и как большинство, в принципе, автошкол, обязательство не просто выпустить человека, но и предоставить ему возможность на нашей же технике сдавать экзамен в ГИБДД. То есть это площадку, это тот же город, но один раз, первую попытку. На первой попытке она дается оценка не только уровню подготовки учащегося, но и качеству подготовки с нашей стороны. Вот. Это раз. И говорю еще раз, что у нас нет требований, каких-то непонятных цифр. Это, во-первых, регламентируется и нашими руководящими документами ДОСА в России. Там четко, поскольку у нас военные у руководства, они сразу жестко пресекаются. И еще что-то. Да, да, да. То есть в эту стоимость входит и зарплата мастера-преподавателя, техническое содержание транспорта, все что угодно. И включают топливо, бензин. То есть на бензин никаких поборов, не дай боже. Потому что по группе, и еще по специфике обучения, группы, которые, ну, мне лично иногда приходится принимать на обучение, участвовать в первом, так сказать, учредительном собрании, и требования к мастерам. Мы сразу объясняем, что мы готовим не к сдаче экзамена, хотя это одно из положений профстандарта, да, подготовка к сдаче экзамена. Мы готовим к участию в дорожном движении. Ну, или, как можно сказать, чтобы, выпустив ученика, нам самим было не страшно переходить улицу или ездить по ней. Поэтому отслеживаем, и в том числе уже по своим возможностям, уровень безаварийности. В первый год особенно, ну, почти нулевой. А у вас все с первого раза сдают? Нет, первый раз сдаётся, это как везде, у нас уровень, в принципе, среднестатистический, там, от 15 до 30 процентов с первого раза, это вот категория Б. Но это показывает, ведь не зря вот представитель ГИБДД, да, аварийность упала не только потому, что начали лучше готовить, потому что жёстче начали спрашивать. У нас инспектора принимают, ну, вот их немного, я скажу сразу, что в ДУСА принимают, относятся лояльно, но принимают очень жёстко. Это касается и маршрутов движения, на которых нас, что называется, поставили в рамки очень давно, когда были разработанные маршруты. Ну, к примеру, по Ленинградскому наездили, да, вот ездит маршрут, прямой участок, где-то там на Воровино развернулись. А когда инспектор говорит, а теперь поверните на Смольный Буян, налево, к примеру, да, на ближайшем перекрёстке, или на Павлоусова. Ученик говорит, а я там не ездил. К инспектору вопрос, почему туда, это не маршрут. Вот вы его натаскали ездить по Ленинградскому, а людей, извиняюсь, давить, он будет именно на этой улице, потому что он её не знает, а там такие же знаки. И ещё... Александр Ильич, приводит вас на секундочку, у нас звоночек в студию. Здравствуйте. Да, потому что мы в прямом эфире. Да, вы в прямом эфире. Представьтесь, и какой у вас вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Валерий Зосимович. У меня вот такой вопрос. Насчёт учёбы. Вот я в своё время учился на шофёра, тоже так же. Я учился на третий класс у нас были. Третий, второй и первый. И вот, чтобы сесть мне на автобус, я отработал пять лет. Потом только зал на автобус. А сейчас прямо из школьницы с камней садятся за ют, отучились полугода-год, и сразу садятся на автобус. И какая у него практика у водителя. Спасибо. Спасибо большое, что нас смотрите. В принципе, тоже вопрос подготовки. Вопрос касался, коснулся и ГИБДД, да, вот как раз любительские права и профессиональные. Раньше, вот я тоже, когда обучался на категории В, у меня сразу первое водительское удостоверение было написано «без права работы по найму». И для пересдачи, к примеру, через три года на получение профессионального водительского, нужен был не только стаж, три года. Возраст не водительскому удостоверению, а подтверждённый стаж вождения. То есть мне нужно было доказать о том, что вот эти три года я управлял транспортным средством. И повторная, и была издача то же самое, а потом изменилось всё это дело. А сейчас свидетельство об окончании автомобильной школы, требования, да, это Министерство образования, профессия присваивается сразу уже. Я, к примеру, как, и не просто как председатель регионального отделения, я же ещё и руковожу автошколой в Архангельске, ДУСАУ. Вот, я категорический сторонник того, чтобы, ну, исключить вот эту практику. Муссируется уже эта тема на возвращение к вот этой системе, что любительские, определённый стаж, водители другие. Ведь автобус – это люди. Это ответственность. Это большущая ответственность. И те же самые грузовые транспорты. Вот, я считаю, да, видя, как учат у нас отдельные автошколы, небольшой грузовичок, ну, или прицеп, который я называю дачным. После этого это категория Е, грузовая, да, с прицепом. После этого, после окончания с водительским расстоянием СЕ, водитель садится в огромный КАМАЗ, который тащит за собой огромный прицеп, огромную фуру. И где гарантия? Ну, нет таких гарантий нигде, потому что это тяжело. Я считаю, что ужесточение требований именно к профессиональному мастерству, навыкам наработки, прежде чем взять на работу, нужно смотреть, сколько человек ездил. Причём есть организации, которые массово занимаются, что называется, перевозками по стране. Они берут на работу водителей, и проверки очень жёсткие. Вот с одной из таких компаний я разговаривал, встречался буквально под Новый год, они сказали, что к нам приходило 18 человек, из которых только пятерых мы отобрали. Ну, вы ведь тоже преподаете, да, и на грузовике, и с прицепом, и на автобусе, и так далее. То есть у нас две, ну, два направления. Вот эта категория «Б» – это, что называется, мы называем это, да, любительская. То есть человек сам решил. Легковой автомобиль. А грузовой транспорт, автобусы – это коммерческая категория. Во-первых, туда идут люди, которые чётко знают, чем они будут заниматься. То есть серьёзный подход, особенно те, кто работает в лесной отрасли, перевозка леса к тому же, да, дальнобойщики, водители автобусов. Ну, вот автобусы – да, как бы мы его ни научили, сдача хорошая. Но требования, я считаю, к профессиональному уровню всё равно должны быть и стаж водительский. Я вот не могу не спросить, мне чисто по-человечески интересно. Сейчас очень большие требования, в том числе и к автодромам, которые должны быть к материально-технической базе автошколы. ДОСААФ соответствует это? Да, мы, кстати, первые были, кому самым первым образом обычно шлись со всеми проверками. И очень напряжно было сдавать, когда эти требования только ввели по автодрому. Это был 2013-2014 год, это было очень тяжело, особенно асфальтовое покрытие. Причём, ну, ДОСААФ, говорю, вот многие, тут как-то кто-то из спрашивающих в телефонном обращении сказал, что вот когда-то учили возрастные мастера. Вот у меня ещё остались возрастные мастера, но они с ностальгией вспоминают советские годы, да. Во-первых, это был, у ДОСААФ была монополия фактически на подготовку водителей. Я говорю, рынок должен быть, иначе мы зарастём и забронзовеем, что называется. Когда мы видим, что вот, это есть. Поэтому требования в обязательном порядке. Причём у нас огромная материальная база, которой практически никто больше не располагает. Это аудитории, это автодромы, которые были изначально, они ведь не столько готовили под легковой транспорт, сколько под военных водителей. Под военных водителей. Там требования и программы совершенно другие, причём они больше, чем у обычных. И намного жёстче, конечно. Да. Сергей Александрович, спасибо, что нашли время. Здравствуйте, Алексей, пару минут есть. И есть один звоночек. А, звонок это да, это обязательно, конечно. Давайте всё-таки примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, какой у вас вопрос. Здравствуйте. 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 Меня зовут Ирина, Архангельск. У меня такой вопрос. Я сдала на права три года, честно проездила по городу, за городом. Но потом продала машину и вот уже полтора года не сажусь за руль. Скажите, пожалуйста, нужно ли мне снова проходить обучение или я смело покупаю машину, сажусь и снова еду? Просто снова изучив, скажем так, новшества в правилах дорожного движения. Спасибо, Ирина, спасибо. Можете, Сергей Александрович, в комментариях? Если, то есть я так понял, что человек полтора года не ездил. Не ездил, да. Да, да, да. Сейчас опять ходит. Здесь остаётся всё на, что называется, на совести самого владельца водительского удостоверения. То есть стаж водительский у него, к сожалению, идёт. То есть сейчас не требуется подтверждение стажа, что ты управлял эти полтора года автомобилем или нет. То есть человек, садясь за руль, должен полностью отдавать себе ответственность в том, что он становится участником дорожного движения, а автомобиль – это средство повышенной опасности. Если человеку… У нас, кстати, были такие обращения, когда после длительных каких-то вещей, то есть командировки длительные, особенно связанные с загранпоездками, моряки загранплавания или ещё по каким-то причинам, долгое время не водившие, приходили, спрашивали, говорят, вот что мне надо для того, чтобы? Человеку предлагается, вот экзаменационный класс, у нас точно такой же экзаменационный класс, как в ГИБДД, точно такая же программа, те же самые билеты, всё. Проверьте свои знания. В чём это вот для первого раза, что называется, да, это бесплатно. И то же самое на площадку. Дается наиболее грамотный мастер. Человек едет на нашу площадку и показывает, какие у него навыки первоначального вождения. И человеку сам определяет, сколько, к примеру, дополнительных часов вождения ему надо. Для того, чтобы самостоятельно потом сесть за руль. Этот человек имеет водительское удостоверение. То есть есть такая возможность. Конечно, конечно. А вот опираясь на ваш личный опыт, скажите, сколько всё-таки нужно учиться, чтобы выехать после на дорогу, да, стать участником дорожного движения, как вы сказали, и не совершить ДТП, не попасть в лапы ГИБДД и так далее? Мы начинаем обучение, кстати, с того, что объясняем людям, что дорожные знаки – это буквы. Улица – это большая книга. Не надо брать книгу в руки, не зная букв. Ещё раз говорю, мы готовим к участию в дорожном движении. И наши выпускники, которые очень часто приходят с радостью о том, что купил автомобиль, там с первой попытки, особенно когда сдали ГИБДД и так далее, через какое-то время возвращаются и говорят, что первые полгода был некоторый стресс и шок. Во-первых, человек очень долго привыкал к тому, что справа на пассажирском сидении нет человека, который тебя подстрахует, который подскажет и так далее, к этому привыкать. Но полгода – это точно. Особенно, вот я почему призываю, к примеру, людей, кто в зиму учится, тому летом проблем не будет. Кто учится на механике, на механической коробке с автоматом проблем никогда не будет. Он поедет в любых условиях. Поэтому стаж для каждого, если сегодня закончил, завтра сел за руль, ну, полгода адаптация – это как минимум. Ну, вот как инспектора говорят, год человек учится водить после получения, а потом ещё года три учится только тормозить. – Я вот, да, подтверждаю слова Сергея Александровича, как выпускница вашей школы. Скажу, всё было точно так. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. – Пожалуйста, мы желаем, чтобы ученики школы ДСААФ зачитывали книги «Додыр». Председатель регионального отделения ДСААФ России Архангельской области Сергей Чесноков был сегодня у нас в гостях. Через пару минут к нам в студии придёт председатель региональной ассоциации автомобилистов Алексей Нестеренко. И мы тоже поговорим с ним об автошколах, подготовке водителей. Ну, а пока небольшая пауза. «Бизнес-панорама» на канале «Регион-29». Монархия Павла. Местом центральной власти назначаю Иркутск. «Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и Животворящим Грестом, быть верным и неизменно преданным государству российскому». «Адмирал. История в десяти фильмах». С 12 февраля по будням на телеканале «Регион-29». Мы пытаемся найти истину. Свой взгляд, своё мироощущение, мировоззрение. Для того, чтобы формировать и формулировать свою личность. Потому что что такое интервенция, для меня, например, это до сих пор очень сложная работа. Отправиться туда, где ни разу не был. Прикоснуться к вечности. Оттай душой. Набраться смелости и обогнать ветер. Почувствовать, как время водит твоей рукой. Дойти до края земли и понять, что настоящее путешествие только начинается. Архангельская область. Открытый север. Это программа «Открытый регион». Мы работаем в прямом эфире. Звоните 639-717. Ну а чтобы доказать, что мы в прямом эфире, мы с удовольствием примем ещё один телефонный звонок от нашего телезрителя. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, о вы в эфире. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы звоним с Архангельской области, Плесецкий район. Очень приятно. У меня ребёнку 17 лет. Вот через пару месяцев ему будет 18 лет. Как нам можно сдать на права? Как стоит медкомиссия сдать на права? Всё. Спасибо большое, что нас смотрите в Плесецком районе. Ваш вопрос мы адресуем прямо сейчас председателю ассоциации автомобилистов Архангельской области Алексею Нестеренко. Он уже у нас в студии. Алексей Всеволодович, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите кратко, механизм. Как ребёнку можно сдать на права? Обучение на категорию, я так понимаю, В, разрешено с 16 лет. Допускается кандидат-водитель к экзаменам в ГИБДД с 17 лет. И после успешной сдачи, когда ему исполняется 18 лет, он получает водительское удостоверение. Просто с 17 до 18 можно сдать, но управлять пока ещё нельзя. Я думаю, что в Плесецком районе есть автошколы, пусть обращаются и, что называется, учатся. Алексей Всеволодович, Вы считаете вообще нынешнюю систему обучения в автошколах на категорию Б эффективной? Что бы поменяли, а что бы оставили? Вы знаете, я сейчас скажу такую вещь. Может быть сейчас нет системы подготовки водителей. К сожалению, в этом наша беда. Отсутствует в Российской Федерации система подготовки водителей. А как же, они и так говорят очень много. Говорят много, а система отсутствует. Понимаете, система подразумевает под собой какой-то орган, единый, который контролирует весь процесс. От подготовки водителя, сдачи экзамена, с последующим контролем этих водителей. Как во многих странах раньше это было, так и... То есть не раньше, как у нас раньше было, как во многих странах. Сейчас это в европейских происходит, к сожалению. Сейчас, на сегодняшний день, системы подготовки водителей в России нет. Почему? Причин много, мы можем долго по этому поводу говорить. Основные. Основные. Значит, посмотрите. Как вот до меня говорили мои коллеги, экзамен принимает ГИБДД. За подготовку водителя отвечают автошколы. Неважно, это ДОСАФ, это автошколы или частные какие-то. Контроль осуществляет Министерство образования. То есть у семи нянек дитя без глаза. В принципе, знакомая ситуация не только здесь. А почему, на ваш взгляд, тогда не вступают в правила новые, не вступают в силу новые правила обучения в автошколах, которые предлагаются? А вы понимаете, ситуация следующая. Многие новшества, может, мы с чем-то согласны, профессиональное сообщество, с чем-то не согласны. Но на самом деле это все как бы полумиры. А давайте попробуем так. А давайте попробуем так. И все это сразу переносится на всю нашу огромную страну, без учета, что у нас, извините, снега полгода лежит на улицах. На юге страны у них вообще его не видят, этот снег. Может, им такие требования не нужны. То есть, нет, мы давайте проведем эксперимент сразу на всей стране. Разумно сделать, то есть, ну давайте отработаем какую-то новую систему пилотными проектами в разных регионах, где покажет себя замечательно, хорошо, то есть результаты будут, значит, соответственно, мы эту методику и будем применять. Но на каждый регион из 83-х не напишешь свой закон? Нет, есть региональные особенности, как вот с учетом, допустим, температуры и климатических условий, да. Есть какие-то даже национальные особенности, да, то есть, все люди разные, абсолютно, учить надо по-разному. Такой вот пилюли нет, то есть, для этого нужна, как бы, которую дал, и все стало хорошо. А нужно подходить к этому вопросу комплексно. И начинать нужно с того, что создавать какой-то орган, который будет единственный, отвечать полностью от А до Я. Ну, наверное, когда-то он будет. Как говорится, кремлевская таблетка существует, но ее никто никогда не видел. Да, самое главное, посмотрите, на сегодняшний день, почему мы говорим, почему профессиональное сообщество вроде бы нас должно устраивать, эта ситуация, да, если подходить с коммерческой точки зрения, да, на самом деле никто ни за что не отвечает. То есть, если будет единый орган, то есть, будет какое-то руководство этим всем процессом, то с него можно будет спрашивать, а почему у нас безопасность дорожного движения ухудшается, да, или улучшается, тогда хвалить их надо будет. У меня вот про экзамены вопросы. А вот новые правила сдачи экзамена на вождение, они в этом году, в 2019-м, тоже, видимо, не вступят в СИУ. Выступила против Министерства экономического развития Российской Федерации. Не скажу, что мы бурно так приветствуем это, скажем так, то, что идет немножко изменение самого экзамена, нужно понимать, почему у нас происходит такая ситуация, да. На сегодняшний день учим мы одному, то есть, мы хотим подготовить водителя, а по факту принимаем совершенно другое, да, на экзамене. Я не соглашусь с моим коллегой из ГИБДД, с Андреем Владимировичем Панамаревым, что автошколы плохо учат, плохо учат, не спорю, но экзамен принимается, учим одному, принимаем другому. Экзамен очень формализован, очень формализован. Если мы возьмем автодром, он был обоснован, когда был у нас так называемый экстерн. Понятно, что инспектор, прежде чем выпускать человека в город, должен был убедиться, что он хотя бы понимает, что он делает, то есть, и рулем крутить умеет, это безусловно. Но, когда у нас автошколы уже готовят это все, это прописано в программе, да, то есть, все эти первоначальные навыки, зачем он нужен так-то, по идее. Я с этим согласен. С другой стороны, перенести те упражнения, которые на автодроме, то есть, на закрытой площадке, без доступа людей, без посторонних машин, вы представьте себе, в режиме реального дорожного движения, мы начнем с учениками, то есть, неопытными водителями, начнем выполнять это еще и фактор стресса, ну, естественно, получим аварийную ситуацию на дороге. А еще я знаю таких инструкторов, которые специально говорят, ну-ка, поверни налево, а налево нельзя поворачивать, и учеников вот это вот очень сбивает. Я, знаете, какую проблему хочу обсудить с вами, как с председателем Ассоциации Автомобилистов, вам поступают вообще такие сигналы от тех, кто сдает на права, например, что с них требуют какую-то мзду, вот заплати мне, и я там что-то сделаю для того, чтобы ты и все правила, там, и все, и так далее. Вымогательство. Ну, периодически такие вопросы возникают, если к нам обращаются, мы тут же сообщаем в органы ГИБДД, в полицию, на самом деле, я четко скажу, у нас взяток не берут, слава богу, Архангельская область от этого избавлена, северные регионы как-то этому не очень подвержены, слава богу. Что касается умных таких специалистов, да, в коротиках умных, да, они периодически возникают, к счастью, это в последнее время редко я слышу о таком, но бывает. То есть это такой, знаете, лотерея, то есть сдаст человек, если видит, что сдаст, но его напугают, скажут ему, что да, замечательно, но лучше давай мы договоримся там с инспектором или еще там с кем-то. На самом деле, конечно, это все блеф, это просто, ну, как обман, мошенничество. А вообще покупают права? Да, вот такие факты есть, подтвержденные, что покупают. Ну, как подтвержденные? Есть подтвержденные факты, вот вчера по Центральному каналу, по Первому каналу показали, что задержали трех сотрудников ГИБДД, которые 168, по-моему, человек, ну, продали им права под Московье где-то. Значит, есть такие факты. И у нас, значит, да, тоже такое есть? Нет, я же сказал, в Архангельской области, я такого не слышал, не знаю, не берут у нас сотрудники ГИБДД. Алексей Севодович, вы знаете, что интересно, на ваш взгляд, и как председателя в том числе, и как автомобилиста, скажите, может быть, все-таки стоит вот вести какие-то курсы, может быть, не курсы, для того, чтобы вот учить именно каким-то узким направлением, например, как сдать назад, как там двигаться по скользкой дороге, там, как вот какие-то такие вот точечные вещи, они же не преподаются в автошколе, как ездить по скользкой дороге. Нет, вообще-то в программе это все есть. Есть, да? Конечно. Просто я не заканчивал школу, у меня нет прав. Нет, я умею, если что. Да? Научишь. На самом деле в автошколе это все предусмотрено, да. Есть, понимаете, дорога, штука непредсказуемая и довольно опасная, изменяющаяся. У нас многие водители почему-то считают, что там проездив 5-10 лет они стали профессионалами, но на самом деле это не так. То есть они ездят по одним и тем же маршрутам, я не говорю, конечно, о некоторых профессиях, исключениях, да, когда люди действительно зарабатывают на хлеб себе таким образом, да, то есть управляя. Но тоже глаз замыливается, навыки теряются, правила дорожного движения, как практика показывает, забываются сразу, на следующий год. И возобновлять как-то знания нужно. Те, кто действительно профессионально к этому вопросу подходят, они, скажем так, человек здравомыслящий, он понимает, что ему периодически нужно свои знания обновлять. Существуют всевозможные курсы контраварийной подготовки, дополнительные какие-то профессиональные, но очень редко этим пользуются, к сожалению. Есть даже курсы экстремального вождения. Контраварийной подготовки. Экстремальное вождение – это в кино. Но лучше все равно заранее все это делать, нежели в реальных условиях, на реальной дороге. Безусловно, в реальных условиях этого делать категорически нельзя. То есть вот эти дрифт на дороге – это показатель скорее здорового человека. То есть все такие вещи нужно делать на закрытых автодромах. Алексей Севолодович, вот наша программа подходит к концу, но мне все равно интересно, с чего начали, тем и закончим. Вы, как председатель ассоциации, наверняка общаетесь с коллегами из других каких-то соседних регионов. Уровень подготовки в школах Архангельской области где? В середине, в конце, где-то на высоте, ну хотя бы по северо-западу? Так сразу оценить сложно. Мы общаемся не только, мы со всеми регионами общаемся. У нас вот в ноябре проходил круглый стол, открытый у нас представители Финляндии приезжали, Норвегии. Ну, до них нам еще далеко, к сожалению. Ну, не в самом плохом, не на самом плохой позиции мы находимся, это правда. И это заслуги, как и ГИБДД нашего областного. Вот, то есть, действительно, люди неравнодушные, которые заинтересованы в процессе, чтобы выпускать таких хороших, качественных автошкол. К сожалению, их не очень много у нас. Но мы на довольно среднем уровне находимся, ни высоко, ни низко. Но стремиться есть к чему. Очень даже есть к чему. Конечно, всегда есть. Спасибо, Алексей Севолодович, что пришли. Алексей Нестеренко, председатель Ассоциации автомобилистов Архангельской области, был сегодня у нас в гостях. Это была программа «Открытый регион». И мы, Алексей Шемякин и Надежда Заборская. Будьте внимательны на дороге, ведь вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за других участников движения. Берегите себя. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем мы делаем эту программу. До свидания. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»